На подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялась динамическая презентация обновленного спорткара Lamborghini Huracan EVO. И хотя за основу взята модель Huracan Performante, инженерных отличий достаточно много. Например, для EVO положено полноуправляемое шасси, которое работает приблизительно так же, как и на флагманском Aventador S. При активной рулёжке задние колёса отклоняются на небольшой угол. Особенно это ощущается при движении на скоростях до 50 км в час. На специальной площадке у нас была уникальная возможность проверить работу этой системы и сравнить манёвренность двух версий EVO и Performante. Разумеется, новинка оказалась более послушной. Отметим инновационную систему управления динамикой автомобиля с алгоритмом прогнозирования LDVI. В сочетании с системами полного привода и рулевого управления шасси молниеносно переосмысливает параметры отклика, манёвренности и управляемости спорткара. Всё это сделано для того, чтобы суперкар был покладистым, а управлять им могли как профессиональные гонщики, так и домохозяйки. К слову, продажи автомобилей Lamborghini растут 8 лет подряд, поэтому угодить нужно каждому. Мы передали чуть менее 6 тысяч автомобилей клиентам по всему миру. При этом регион Восточной Европы и, в частности, Россия, за которые я отвечаю, показал самый большой рост. В этом году мы ожидаем продолжения роста. Если говорить про цифры продаж по всему миру, то порядка 8 тысяч автомобилей. Если говорить про Россию, то в прошлом году это было ровно 100 автомобилей. В этом году мы планируем передать нашим клиентам чуть больше 150. Lamborghini Huracan Evo уже продается в России. Первые спорткары приедут клиентам в октябре.